Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео будет крутая бюджетная косметика, очередная подборка от меня, мой личный рейтинг, до 300 рублей. И если вас интересует данная тема, интересно, что же тут такая за подборка, то обязательно оставайтесь со мной. У меня на самом деле все это находится вот в таком вот пакете. И давайте же приступим. Первое, наверное, с чего я начну, это с сухого шампуня. Сухой шампунь у меня всегда должен быть в арсенале, потому что я, ну как правильно сказать, я не очень хочу намывать голову каждый день, а иногда бывают такие ситуации, когда я просто не могу помыть ее. И вот сухой шампунь как раз-таки приходит на помощь, но, однако же, сухой шампунь также может выполнять функцию спрея, пудр для объема, а не одно и то же, знаете, одна и та же песня, только это называется сухой шампунь, а другой продукт будет называться пудра для объема. Просто на сухие корни уже, на вымытые сухие корни наносите по проборам, так сказать, попрядно, и все, и вот вам пудра для объема. В этот раз я хочу выделить шампунь от Шамту, сухой шампунь свежести и объем без мытья для, без мытья волос для всех типов волос. Плюс один день свежести и объема. Не зря тут написано именно плюс один день свежести и объема, так как дольше нет смысла. Когда у вас голова, ну пипец, какая грязная, вот эти продукты, они не помогут. Когда у вас голова, ну уже не свежая, ну еще и не грязная, прям сильно, то тогда да, эти продукты помогают. При правильном распределении, у меня многие спрашивают, какой шампунь я посоветую для брюнеток. Да, абсолютно любой, тот, который очень хорошо вычесывается, подойдет. Этот хорошо вычесывается, у него характерный для Шамту именно фруктовый аромат, он остается на волосах, мне это нравится. И если правильно распределять, вносить, я имею ввиду, по проборам, то не будет никакой муки на ваших корнях. Все это вычесывается хорошо и отличный такой вот бюджетный вариант сухого шампуня стоимостью, ну 150 максимум рублей. Маленький объем, тут всего 150 миллилитров, хватает его надолго. Опять же, повторюсь, использую по необходимости, не каждый день, а именно по необходимости. Но по поводу функции дополнительно я вам рассказала. Дальше, что я вам расскажу, от Organic Zone, это, наверное, для меня было открытие, я прям действительно пищу от этих продуктов. Это шампунь, да, вы не ослышали, сухой шампунь, нет, это не сухой шампунь, это обычный шампунь от Organic Zone. Вы прекрасно знаете, что многим блогерам это все дело рассылается. Я пробовала достаточное количество продуктов и уходовых за лицом, и уходовых за волосами от Organic Zone. У них была, у меня лично была, я заказывала себе сыворотку, которая, ну, не какущая абсолютно. Но вот этот шампунь я взяла на пробу, думаю, ну, была, не была, если что, кисточки буду мыть. Но, девчонки, он просто нереальный. Натуральный шампунь, увлажнение, восстановление до сухих поврежденных волос. На сычуанском зеленом чай и кокосовом масле. В составе у нас идет вода с экстрактом ромашки, экстракт шиповника, экстракт лимона, экстракт имбиря, цветочная вода полыни, зеленый чай. Дальше масло кокоса на где-то 12 месте. Глицерин, масло оливы, гель алоэ вера, молочная кислота, депантенол, витамин Е, цитрат серебра, сорбиновая кислота, сорбаткалия и ароматическая композиция. Во-первых, этот шампунь промывает волосы не до скрипа. То есть они как бы чистые, но при этом они увлажненные. Вам, в принципе, если у вас не сильно поврежденные волосы нормальные, и одного шампуня будет вот так вот. Какой эффект? Волосы чистые, волосы промытые с двух раз, он очень приятно распределяется по волосам, он чуть-чуть пенится, не скажу, что прям шапка пены, но чуть-чуть. И после его применения волосы просто нереально увлажненные, они просто вот нереальные, серьезно говорю. Если у вас пористые, поврежденные волосы, вы прекрасно знаете историю моих волос, те, кто смотрит меня достаточно давно. Но и вот за последнее время, которое я пробовала шампуни, вот это, наверное, один из самых-самых лучших, если не брать в расчет силиконовые какие-то там шампунчики. В общем, обалденный шампунь. Рекомендую. Промывает не до скрипа. Волосы увлажненные, крутые. И однозначно рекомендую. Я с удовольствием закажу себе вторую такую бутылочку. И вот такая маска. Они в комбо работают просто идеально. Это тоже от Organic Zone. Маска для волос восстанавливающая, для ослабленных и секущихся волос. С маслом ши, маслом зародышей пшеницы. Состав тоже очень хороший. Также вода, цветочная вода лаванды, цветочная вода розмарина, ромашки, масло ши, масло зародышей пшеницы, ну и так далее, и так далее, и так далее. 250 мл. На самом деле, когда я его получила, я думаю, ну тоже, ну как бы, сомнения у меня были, потому что мне натуральный уход, к сожалению, не подходит. Но этот подошел. Аромат у него, знаете, ну натуральный какой-то. Я не могу сказать, что он неприятный. Для меня я люблю более такие, знаете, мягкие косметические одушки, нежели вот такая резкая, какая-то травяная, даже больше я хочу сказать. Вот такая маска. Она по текстуре гелевая, очень хорошо распределяется. У нее достаточно экономичный расход. Вот хватает ее воздействия на волосах, чтобы она подействовала, я имею в виду. 10 минут вот потолок. Офигенная маска, серьезно, девчонки, от души рекомендую вот эти два продукта. Если у вас есть возможность заказать Organic Zone, они есть, по-моему, на Wildberries, если я не ошибусь. У них есть официальный сайт, но, как мне сказал менеджер, они не продают с официального сайта. Они продают именно вот через Wildberries, еще какие-то сайты. Но я вам поищу и ссылки обязательно оставлю. Дальше, что могу отметить из офигенных продуктов, это у них есть тоники для лица с ахокислотами для жирной и проблемной кожи. Это 100% натуральный продукт, тут 250 мл. Многие скажут, что вот сейчас активное солнце, как бы нежелательно использовать именно тоники с ахокислотами. Но, девчонки, я тут немножечко хочу рассказать вам лично свою историю кожи. У меня, если я убираю полностью кислотный уход, даже слабенький процент кислот, у меня вот кожа резко ухудшается по состоянию своему. У меня появляются новые воспаления, у меня появляется вот этот серый цвет лица. Поэтому кислоты я даже использую летом. Но какой момент? Это обязательные условия SPF 50. У меня санскрин от марки Collagen, это корейская, в общем, марка. Можете брать абсолютно любой санскрин, благо у нас большое разнообразие. Есть санскрины в корейском сегменте, я именно там вам рекомендую присмотреться. Есть санскрины на гелевой основе для жирной кожи, которая очень хорошо впитывается, но одновременно они защищают. Есть абсолютно на любой вкус, цвет, кошелек. В общем, обязательно используйте санскрин. Неважно, лето, весна, осень, зима, нужно обязательно это учитывать, потому что вот это, знаете, воздействие солнца на кожу приводит к быстрому устарению. Плюс еще, когда используете кислоты, это вообще обязательное условие. Этот тоник, что он делает лично на моей коже? Он мне очень хорошо, я его использую только вечером. Вообще кислотный уход только вечером использую. Утром нет, утром стараюсь увлажняю еще какие-то тоники, использую сыворотки и так далее. Этот тоник выравнивает цвет лица, он постепенно, постепенно, поэтапно убирает следы от постакна, какие-то пятнышки. Чуть-чуть пора становится светлее, он их немножечко стягивает. В общем, офигенные вот эти продукты от Organic Zone. Я могу вам прям от души их порекомендовать. Дальше, раз уж я заговорила про лицо, у меня есть тут два продукта, которые также хочу вам порекомендовать, отметить их из того разнообразия, что я пробую. Во-первых, это пенка для умывания Шока Бутси, она у нас идет с витамином С. Я как-то давно вам показывала зеленую вот эту версию. В принципе, если вы смотрите мои влоги, наблюдайте за мной. Вы видели, что я купила ее как раз-таки не так давно, может быть, больше недели назад. Это пенка для умывания, выравнивающая цвет лица, возвращает коже природный баланс, микрофлоры, придает свежий здоровый вид благодаря специально разработанному комплексу. Используя силы и пользу витаминов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно же, с витамином С не значит, что она там супер с кислотами, да. То есть, вред и воздействие солнца на вашу кожу после использования будет, ну, как бы ничего абсолютно. Просто с витамином С мне больше нравятся продукты, нежели какие-то салой, увлажняющие и так далее. Опять же, потому что у меня жирная и пористая кожа. Чем хороша эта пенка? Она стоит, ну, в пределах 160-170 рублей. Попала я ее в Южном дворе. А тут объем 100 мл, ее хватит вам очень-очень надолго. Если сравнить ее с корейскими пенками, она очищает кожу до скрипа. Но, вот, знаете, ощущение чистоты от нее намного больше, чем от других корейских пенок. Хотя я обожаю корейские пенки. Как ее использовать, чтобы экономично ее расходовать? Чуть-чуть на ручки размыливаете. Чуть-чуть добавляете водички, опять размыливаете. Образовывается очень хорошая, достаточно плотная пена для того, чтобы умыться. Затем наносите массирующими движениями, прорабатываете. Можно взять какую-то щеточку для умывания и смываете. Девчонки, для жирной кожи, не обращайте внимание, что там витамин С, она также просто хорошо очищает кожу. Я очень могу вам ее порекомендовать именно для обладательниц жирной кожи. Если у вас сухая и чувствительная, ну, не надо. Как бы лучше обращать внимание на более деликатные продукты. Это такой, знаете, вариант именно для жирной, для проблемной кожи. Вам понравится однозначно, потому что я ее повторяю уже второй раз. Дальше. От Фаберлик, это артикул 1251. У меня есть вот такой продукт, тоже подойдет абсолютно, мне кажется, любому типу кожи. Но больше всего предпочтительнее. Я бы ее посоветовала именно жирной коже. Это восстанавливающая маска сливки. Она тут у нас сбалансированный микробиом. Здоровая кожа. В общем, такая маска тут с пребиотиком и так далее, и так далее. Насколько я помню, эта линейка у них появилась осенью или весной того года. Как бы не помню, точно врать не буду. В общем, что представляется, эта маска очень такая, достаточно жидкая по своей текстуре. Вы ее наносите, и она очень хорошо реанимирует кожу. Она ее слегка увлажняет, но для жирной кожи этого прям абсолютно достаточно. Она ее как-то, знаете, если у вас есть какие-то покраснения или раздражения на коже, она успокаивает. Вот как она работает, она работает как депантенол для кожи. Вот что-то вот приблизительно того реанимирует ее. Нету никакого-то там суперпитания, еще чего-то. Просто реанимация вашей кожи, если она повреждена. Не зря это написано восстанавливающая маска сливки. Поэтому, если страдаете при ожоге также, если вы, например, там загорели, как вот мы сейчас частично будем загорать, то нос, то лоб, то еще что-то. Вот как раз-таки вам это точно понравится. Но опять же, если вы используете санскрин, то вам об этом даже переживать не стоит, вы не сгорите. Дальше, что покажу, два продукта от Avon, которые мне понравились, действительно понравились. Тоже пенка для умывания, но она подойдет, мне кажется, для более такой вот сухой, чувствительной, нормальной кожи. Если смотреть на жирный тип, то только на утренний период времени. Но опять же, если очень хорошо провести процедуру для макияжа, можно вечером ее умыться. Она не сушит кожу, не стягивает, а отлично умывает. Плюс еще характерный аромат вот этого, знаете, линейки Planet Spa, мне очень нравится. Знаете, для меня это аромат моря, хотя многие скажут, какое море-то, чокнулось, что ли. Сияние Востока с экстрактом белого чая, очищающее средство для лица. 150 мл, у нее тут дозатор очень удобный, плюс еще она такая маленькая. Ну, в общем, хорошая пенка. Что о ней много говорить, она умывает кожу, не оставляет никакой пленки, кожа не сушится после нее. Ну, в общем, хорошее, действительно. И вот это масло. Оно у нас из новой линейки ритуала красоты. Мультифункциональное косметическое масло с индийским экстрактом корня куркумы и экстрактом кокоса. Тут 150 мл. У них было в линейке Planet Spa масло косметическое, которое идет именно для принятия ванны, для душа. Так вот, девчонки, вот то было, мне кажется, получше. Как мне показалось, оно пахло кокосом. Это у нас многофункциональное масло. Для чего его можно использовать? Если вы проводите процедуру бритья ножек или каких-то других частей тела, не делаете какую-то депиляцию воском, хотя его тоже можно использовать, то просто после того, как вы провели вот эту процедуру удаления волос, вы просто легким слоем, не сильно много его нужно наносить, оно хорошо впитывается без липкой пленки, легким слоем наносите это масло, кожа успокаивается и как бы увлажняется. Тут еще написано, что можно использовать это масло для волос. Для волос я попробовала, эффект мне не очень нравится. Все-таки, когда масло непосредственно идет многофункциональное, для всего абсолютно, от сих до сих, я такой немножечко не люблю. Мне кажется, более ус действия должен быть у масла не такой широкий, вы меня поняли. Поэтому использую только вот в таких целях, когда мне нужно что-то увлажнить, если у вас сухие участки, вам тоже подойдет. Но это масло, почему я его внесла именно в рейтинг крутой бюджетной косметики, оно не оставляет пленки. Это очень важно, потому что многие масла, особенно восстанавливающие, которые многофункциональны, они оставляют пленку. Но опять же, для волос можно попробовать в качестве обертывания. Вот этого я не пробовала, я пробовала просто на руки наносить и по кончикам. Тут я немножечко не поняла этот момент. Так, и сейчас я прочитаю, что тут вообще напишет производитель. Ой, как всегда, вот в Вейвен терпеть вот это вот не могу, серьезно. Вот это вот, зачем они вот это вот делают? Не люблю я это дело. А так, вот знаете, многие у меня спрашивают, почему Вейвен заказываешь, почему Фаберлик? Ну, а это, знаете, это каталоги, которые существуют уже достаточно давно. И что-то пробовать у них, в принципе, это же категория бюджетной косметики. Мне кажется, это очень интересно, тем более я же не все подряд хвалю. Есть те продукты, которые я вообще абсолютно разочаровываюсь и терпеть их не могу, которые мне не подходят, опять же, да. Есть же сторонники тех продуктов, которые я не люблю, наоборот, они их любят. Поэтому, ну, вы меня поняли, да, как бы из-за этого я заказываю что-то на пробу. И последнее, что я вам покажу в этом рейтинге, это гелевые карандаши от Lamelle. Два вот таких вот карандаша, я уже писала на них пост в своем инстаграме, поэтому, если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Это универсальные карандашики на гелевой основе. Они у нас идут с самозаточкой, я так называю, в двух абсолютно красивых нюдовых оттенков. Первый оттенок это 01, он более розовый. Вот. А второй оттенок у нас идет с вами 0,7, он более коричневый. Я думаю, разницу видно. Ну, в инстаграм можете еще зайти и почитать. Что можно делать этими карандашами? Этими карандашами можно обвести контур, который будет достаточно стойкий. У них, кстати, в линейке у Lamelle карандаши также есть для глаз тоже обалденные гелевые, которые очень стойкие, намного по стойкости лучше, нежели Vivienne Sabo, вот эти знаменитые. Потом, что я еще хотела сказать, контур, да, вы обвели, у вас он останется как минимум часов 6 точно, если вы не будете кушать жирную пищу, так как это такой продукт особо устойчивый. И при жирной текстуре он начнет сползать. Второй момент, вы можете заштриховать полностью все губы, как это я очень часто делаю. Третий вариант, с помощью вот этих вот двух цветов можно сделать амбре на губах. Четвертый вариант, сделать миллиметр в подарок себе, как бы увеличить зрительно губы на чуть-чуть. И пятый вариант, можно нанести опять же на губы и использовать сверху блеск. Это как бы не теряется стойкость самого карандаша, он абсолютно нормально смотрится и очень-очень красиво, бюджетно стоят эти карандашики. 100-110 рублей, не больше, это опять же в офлайн-магазине, в онлайн, мне кажется, можно найти и подешевле. Ну вот и все, мои куколки. Вот такой был видеоролик крутой бюджетной косметики. Я надеюсь, вам, он, ролик, был интересен и суперполезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми. Также жду вас в инстаграм, ссылочку оставлю в описании. Ну а я с вами прощаюсь, всех люблю, целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok